не секрет что концепт кары которые автопроизводители демонстрируют на выставках частенько возможно даже чаще чем хотелось бы представляют собой лишь смелые эксперименты эдакие упражнения в мастерстве которые проводят дизайнеры и инженеры или даже маркетологи однако иногда появляются особенные концепты которые действительно предопределяют будущее не просто будущее какой-то отдельно взятой модели но будущее всего модельного ряда и в общем то будущее всей компании одним из таких концептов был cadillac voyage он был настолько крут что стал поворотной точкой в истории марки cadillac да и концерна general motors в целом как я уже неоднократно рассказывал в выпусках посвященных cadillac у концу 80-х эта компания сама себя загнала в угол в попытках уйти от наследия предыдущего десятилетия с его огромными сухопутными яхтами cadillac и так же как и некоторые прочие полноразмерные модели других брендов general motors подверглись даунсайзингу и перешли на переднеприводные платформы но при этом в попытке сохранить хоть какую-то всеамериканскую идентичность машины продолжали выглядеть квадратными чемоданами почти такими же угловатыми и прямолинейными как раньше и пожалуй единственным исключением в линейке cadillac стал родстер alante который к сожалению потерпел рыночная фиаско разойдя с тиражом чуть больше 21 тысячи единиц за семь лет существования все остальные же cadillac и будучи достаточно продвинутыми с технической точки зрения обладали слишком консервативным дизайном который уже был устаревшим даже на момент первой презентации то же самое касалось и остальных полно и даже средне размерных автомобилей скатывавшихся с конвейеров различных подразделений general motors и вдруг как гром среди ясного неба на американскую автомобильную сцену ворвался невероятный ford torres совершенно явно давший понять что консервативный подход к дизайну автомобилей больше не устраивает американских покупателей это случилось в 1986 именно в тот год с поста вице-президента джем по дизайну и был уволен ирвин уолтер рыбицкий человек во многом ответственный за то насколько устаревший выглядела джемовская продукция 80-х годов новым вице-президентом по дизайну стал чак джордан с легкой руки которого стилистика автомобилей general motors начала меняться самым радикальным образом и именно кадиллак как флагманское подразделение концерна стал во главе движения к переменам к началу 1987 года по требованию джордана были созданы два различных макета будущего концепта кадиллак в масштабе 3 восьмых один из них был создан стилистами студии передовых концептов general motors второй непосредственно кадиллаковскими стилистами джордану приглянулся второй вариант как наиболее перспективный его то и было решено двести до ума и представить на нью-йоркском автосалоне 1988 года под именем voyage изначально планировалось что концепт будет использовать новейший 12-цилиндровый v-образник который инженеры кэдди разрабатывали совместно с лотос с объема в 6,6 литра этот экспериментальный 48 клапан и в 12 с четырьмя распредвалами развивал 430 лошадиных сил но поскольку руководство хотело получить функциональный концепт а в 12 еще не был полностью готов было решено использовать уже готовый но также экспериментальный алюминиевый v8 с двумя распредвалами получивший имя хай technology в результате пришлось переделывать всю переднюю часть машины немного перекроили и весь остальной кузов оригинального макета в 12 кстати тоже нашел себе применение его довели до ума и представили уже в восемьдесят девятом году на концепте cadillac solitar однако до серийного производства этот силовой агрегат так и не добрался концепт cadillac voyage дебютировал в 1988 году но не на нью-йоркском автошоу как планировалось а на специализированные выставки teamwork and technology хотя потом его разумеется показали и на прочих крупных американских автошоу под капотом огромной машины длиной в пятьсот сорок и шириной в сто девяносто восемь сантиметров разместился четырех с половиной литровый v8 развивавший двести семьдесят пять лошадиных сил мощности и четыреста сорок семь ньютон метров момента присоединенный к четырехскоростному автомату имея удивительно низкий даже по современным меркам коэффициент лобового сопротивления всего в ноль целых двадцать восемь сотых voyage мог разгоняться до сотни километров в час за семь с половиной секунд и имел теоретическую максимальную скорость в двести восемьдесят девять километров в час все эти характеристики под тогдашним меркам делали voyage настоящим пожирателем пространства с учетом его размеров невероятно футуристического дизайна в сравнении с тем что в реальности выпускал кэдди и сверх высокотехнологичного электронного оснащения в частности в машине имелась полностью функциональная навигация телефонная система типа hands-free с возможностью голосового управления даже камера заднего вида также voyage был оснащен активной электронной системой полного привода в которой задние колеса задействовались в случае потери сцепления на передних колесах сегодня подобная система присутствует на любом полноприводном паркетнике но для восьмидесятых это было поистине фантастическая технология также на концепте имелись кожаное сидение с регулировкой аж по двадцати позициям памятью и даже массажем светодиодная оптика бесключевой доступ и четырехканальная система abs и все же было бы неправильно концентрировать внимание на всех этих высокотехнологичных примочках до внедрения которых на серийные модели оставались многие годы за исключением разве что без ключевого доступа с кодовым замком главное заявление которое сделал voyage это предстоящая радикально новая дизайнерская философия адаптировать которую готовился не только cadillac но и некоторые другие full-size general motors использовавшая архитектуру b-buddy двое аж was a major departure for cadillac designers but it was dismissed by many as another dead-end styling exercise by idealistic designers but is this recently spotted prototype shows the voyage shape is hardly dead the car which may be the 1991 civil shows a strong voyage influence in its aggressive aerodynamic nose and sharply raked hood каждый своей линией каждым изгибом кузова наклоном ветровых стекол и зауженным передком призванным проходить сквозь воздух с минимальным сопротивлением cadillac voyage перечеркивал все ранее существовавшие дизайнерские догмы которыми руководствовались стилисты джеем при создании полноразмерных автомобилей этот концепт приоткрыл дверь в дивный новый мир современного аэродинамичного дизайна и спустя три года после его презентации эта дверь распахнулась настиж 1991 году были подготовлены полностью новая бьюик родмастер и шевроле каприз именно этим двум полноразмерным моделям едва удалось сохранить привод на задние колеса в условиях почти тотального перехода продукции джем на привод передний при взгляде в профиль невозможно игнорировать сходство форм концепта voyage серийными моделями бьюик и шеви проявившиеся почти во всех аспектах особенно на модели каприз и даже cadillac flitwood пожалуй самый консервативный изо всех фулл сайзов джем начала 90-х все-таки сумел примерить на себя кое-что из того что показал voyage однако по-настоящему адаптировать новую дизайнерскую философию пришлось модели cadillac seville истории которой на нашем канале уже был посвящен отдельный выпуск четвертое поколение seville разделенное на два семейства seville luxury sedan он же sls и seville touring sedan он же sts дебютировала под знаком 1992 модельного года и она именно адаптировала дизайн концепта voyage но не использовала его целиком как было в случае с родмастер и каприз каким-то чудесным образом кадилаковским стилистам удалось скрестить футуристичные формы концепта с традиционными углами и линиями прошлых моделей но все же в сравнении с предыдущим третьим поколением новый seville в части дизайна сделал огромнейший шаг вперед став куда больше похожим на европейские полноразмерные роскошные модели и покупатели сразу же это оценили тираж проданных в девяносто втором году машин увеличился почти вдвое и составил сорок четыре тысячи единиц однако дело было не только в дизайне ведь и по своим динамическим характеристикам четвертый seville сделал серьезный шаг вперед правда не в девяносто втором а уже в девяносто третьем году и концепт voyage также имел к этому отношения дело в том что экспериментальный восьмицилиндровый двигатель использовавшийся на концепте по сути дела был предвестником новейшего серийного тридцати двухклапанового v8 nord star с двумя верхними распредвалами благодаря ему в девяносто третьем году модель sls получила прибавку мощности сразу в 70 лошадиных сил а sts обзавелся аж девяносто пятью дополнительными лошадками и теперь имея в распоряжении двести девяносто пять коней он был способен разгоняться до сотни километров быстрее 7 секунд и хотя в отличие от концепта voyage seville продолжал использовать переднеприводную компоновку благодаря таким системам как адаптивная подвеска и рулевое с переменным усилием едва ли не впервые в истории понятие cadillac и управляемость перестали считаться взаимоисключающими двигатель nord star v8 стал главной силовой установкой для автомобилей cadillac не только в девяностых но и в начале нулевых и даже нашел себе применение в форме модифицированных версий для машин oldsmobile pontiac и buick некоторые автомобильные историки и журналисты абсолютно уверены в том что cadillac мог бы исчезнуть с лица земли гораздо раньше чем эта печальная участь постигла другие джемовские подразделения oldsmobile и pontiac однако cadillac выжил и спасла его именно модель seville четвертого поколения суммарным тиражом более двухсот сорока семи тысяч экземпляров реализованных за пять модельных лет четвертый seville стал самым успешным за всю почти тридцатилетнюю историю модели кроме того в том же самом стилистическом направлении зачатки которого продемонстрировал концепт вояж начиная с 1992 года двинулся и el dorado вступивший в свое двенадцатая поколение очередная смена дизайнерской философии cadillac случилась лишь с приходом 21 века и наиболее ярко проявилась на седане sts ставшим прямым преемником seville как раз в это время компания снова действительно крепко встала на ноги и можно сказать вернулась к мировым стандартам качества однако нельзя отрицать что именно концепт voyage 88 года с его передовым дизайном и не менее передовой силовой установкой сумел вытащить cadillac из мрака собственной инертности и сделать его полноценным соперником для новой волны люксового импорта хлынувший в америку в 90-е годы из японии и европы эээропорт хлынувший в